Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами недавно говорили о приложении, которое нужно будет устанавливать на телефон, мобильный идентификатор так называемый. Говорили о том, что он сможет собирать данные, собственно говоря, с вашего номера. Это все делается в рамках цифровизации, цифровизации всех сфер нашей жизни абсолютно. Ну и многие из вас писали, а что будет, если у меня телефона нет, у меня смартфона нет или еще чего-то нет. Ну вот, как мне кажется, апробация этого всего идет на приложение социальный мониторинг. Вот россиянки с подозрением на COVID-19, коронавирусную инфекцию, выдали телефон, смартфон с балансом минус 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вообще, такой баланс видели хоть раз в день такой? Жительницы Москвы с подозрением на коронавирусную инфекцию выдали телефон с балансом минус 2,3 миллиона рублей, неработающим Wi-Fi. Смартфон она получила для использования приложения социальный мониторинг. Я напомню, это приложение позволяет отслеживать перемещение тех, кто коронавирусная инфекция, подозрение или есть у него. Того человека, который позволяет контролировать соблюдение зараженными коронавирусом, людьми с уровнем режима изоляции. Значит, по словам россиянки, она заболела 28 апреля. Компьютерная томография легких показала пневмонию. 11 мая врачи пришли взять на нее мазок на коронавирус. Первый тест был отрицательным, второй тест ей сделали 26 мая. На этот раз результат оказался положительным. Прошел инкубационный период, результат положительный. Она говорит, после этого завертелась вся эта система со звонками и приходами. Я говорю, у меня телефон плохо работает, все время память переполняется. Поэтому пока не дойду до ремонта приложения, я это установить себе не могу, социальный мониторинг. Она говорит, мне притащили они этот чудо-телефон, зарядки не было, но я зарядил, ладно, сама. Потом пыталась узнать свой номер и увидела на счету минус почти 2,5 миллиона рублей. Кроме того, москвичка уточнила, что приложение социальный мониторинг на смартфоне установлено не было, а к Wi-Fi она подключиться вообще не смогла. Также у нее не получилось дозвониться и до службы поддержки. Это, к слову, те, кто говорит, что надо кнопочный телефон приобретать или еще что такое, выдадут всем телефон, не волнуйтесь. Но какой телефон выдадут, этот вопрос действительно очень интересный. Вообще очень много нареканий к этому приложению, социальный мониторинг. И вот в следующем видео мы рассмотрим уже ставшую известной историю того, как семейная пара получила 11 штрафов на общую сумму 44 тысячи рублей за прогулки на балконе. И там раскрывается, кстати говоря, интересный момент, связанный с этим приложением, социальный мониторинг. А приложение мобильный идентификатор, я напомню, оно не связано с приложением социальный мониторинг, но, как мне кажется, будет, в принципе, работать абсолютно по тем же принципам. Я вам об этом приложении мобильный идентификатор уже довольно много рассказывал. Значит, у меня есть видео, и вы можете посмотреть. Мобильный идентификатор – это приложение, которое позволяет использовать ваш смартфон вместо паспорта. То есть вы там храните все документы, все полностью, имей привязывается, телефон вы никому не можете передавать. Ну, собственно говоря, все ваши данные, они вот в телефоне. Вы можете совершать сделки, заключать договора с помощью смартфона. Вопрос весь только в том, что все ваши сделки, вся история ваших сделок, вся история всего, что вы делаете, покупки билетов, перемещения, если вы это делаете с помощью приложения мобильный идентификатор, она записывается, и, собственно говоря, все, что вы делаете, там все абсолютно есть, все сведения. А социальный мониторинг – это такая, мне кажется, программулинга, которая, в принципе, работает по тем же схемам. Но вот по каким, я узнал в этой истории с гуляющими людьми, которых оштрафовали, которые прогулялись на балконе. Ну, а этой женщине выдали вот такой телефон с балансом практически минус 2,5 миллиона рублей. Надеюсь, что это все-таки признают ошибкой. Надеюсь, я уверен, ей не придется гасить это все дело еще к тому же. Вот так у нас все на ура работает. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, ребят, до встречи.